Итак, мы продолжаем с вами вникать в законы поведения в Микдашме Ад, то есть поведение в синагогах, поведение в Бейт-Мидраше, что можно, что нельзя, на каких условиях. Но прежде начнем, да, цитата из мысль Мусара, мысль на сегодня такое, сказано в Талмуде, что одна из причин, по которым был разрушен Иерусалим, заключалась в том, что евреи все делали строго по букве закона. Да, то есть как полагается, сухо по сухому закону. Но прощение и милосердие, они выходят далеко за рамки закона. То есть инагога Всевышний ждет от нас, что мы будем судить людей не Мишурат-1, на Лифни Мишурат-1, то есть за пределами сухого закона. И человек, который находит в себе силу для миросердного поведения к окружающим, Всевышний ведет с ним себя аналогичным образом. Рассказывает историю про Гаона из Вильна. Вот связанная с этим история Гаон из Вильна, Виленский Гаон. Он никогда не занимал официальную должность раввина в Вильнюсе. И вообще он очень сильно умолял всех, чтобы его вот этими всякими делами не дергали, чтобы дали ему учить Тору. И как бы все очень уважительно к этому относились. При этом он сказал, что если будут какие-то новые решения или новые законы, захочет община принять в отношении чего-то, то в такие вещи обязательно как бы он придет, проконсультирует. То есть как бы все, что нужно, помощь, он всегда подскажет. Так вот однажды в город приехала группа бедняков просить вздоку. И как бы община была очень обеспокоена этим, во-первых, потому что как бы уже были большие, как бы, да, было много нищих в самом городе, которым нужно было помогать. А тут еще приезжают как бы посторонние из других городов, собирают вздоку. И они решили упразднить, то есть решили как бы, да, дать понять, что, да, что пустят свои города, что в этом городе им ловить нечего. И решили для этого собрать собрание. И пригласили Веленского Гаона, все-таки решение новое принимается. Но после того, как Веленский Гаон внимательно выслушал предмет встречи, он поднялся и сказал, а разве я не просил не отвлекать меня от учебы ради каких-то старых уже существующих вопросов, да, только в случае, если это новое какое-то решение. Но все удивились, сказали, это, говорит, действительно новое решение мы рассматриваем. Совсем нет, сказал Веленский Гаон. Решение отказывать в помощи бедным было принято еще в городе Сдом. Да, то есть это библейская история тысячи лет назад. И, к сожалению, из-за этого постыдного закона Сдом был уничтожен. Я же просил ради старых историй меня не беспокоить. После чего он очень извинился и покинул зал. То есть мы видим, да, что очень хочется. Иногда Ецер такие мудрые идеи подсказывает. Но иногда по закону они были правы. Вот они все правильно сказали. Ну и свои нищие, а это чужие люди пришли. Но устанавливать это в рамки закона, что вот мы себя там так ведем, это уже с Дома Амора. Много было мест и городов, которые вели себя, да, постыдно. Но как только это возводят в рамки закона, а лохи, да, вот то, что мы учим, по закону так можно, то это преступление уже, которое не может вынести Гадоля Воно Милинсо, тогда подлежит уничтожению. Это уже как бы с Дома Амора. Окей. А мы с вами продолжаем. Продолжаем. С того, где мы остановились в прошлый раз. А где мы остановились? Альберт, скажи, пожалуйста, а что мы из этого учим? Я не понял. Что мы из этого учим? Что касается милосердия, не надо идти с тухой по букве закона. По закону иногда можно человеку сказать нет. Надо иногда не по букве закона, надо немножко за граммки закона выходить. Даже если по закону человеку не полагается. Что? Это по поводу цедаки идет разговор, или по поводу всего? По поводу цедаки, да. Даже человеку не полагается, но он просит. А у тебя есть кому другому помочь, более близкому. И это правильно, по закону не надо. Иногда, иногда старайся делать. Ну, конечно, не надо. То есть, тут сухо не надо по закону. Надо быть более лояльным людям к их проблемам. Итак, последнее, что мы остановились. Мы сказали Аллаху, что нужно стараться не целовать своих детей, не при встрече, не целовать знакомых в синагоге. То есть, поцелуи, вот такие сильные проявления любви. То, что называется проявлением любви, делать нельзя в Микдашме. А почему? Потому что это место, где на первом месте стоит любовь ко Всевышнему, и все остальные виды любви, они как бы неуместны немножко в этих местах. Так, несмотря на это, следующий Аллаха говорит, «Ах, ювла, а модуль пнеавивы рабо». Тем не менее, необходимо вставать перед своим отцом или перед своим учителем. То есть, ты подумал бы, «Ну, хорошо, если я в доме Ашема, так и уважение такое же должно быть, только к Ашему». Что за уважение к раввину, уважение к отцам, может быть, не нужно? Нет, Аллаха говорит. С любовью, да, но с уважением, если я обязан человек вставать перед отцом, который зашел в синагогу, как обычно, да, или перед раввином, перед мудрецами, неважно, в синагоге или в медраше, и даже в то время, когда он учится или молится, надо выказывать уважение. Более того, если в сефарских седурах, вы посмотрите, есть такая молитва, которая напоминает тебе, «Вот я готов исполнить митцву деорайта». Это митцва, то есть, если у меня «Имтис домен», если мне представится возможность, я готов исполнить в любой момент эту митцву. Это митцва, и она действует даже в синагоге. Нельзя делать какие-то расчеты, планирование в бейт-кнесет, в синагоге, а только если это ради митцвы. Например, купать здака, то есть расчеты какие-то по здаке делать, или пидион швуим, или сколько денег есть на выкуп пленных, это большая митцва, и тому подобное. Ну, например, высчитывать, сколько ты должен за свет нагорелый у тебя в квартире, это не такое место. То есть, казалось бы, как бы цифры, они такие, они амбивалентные, это ничего такого здесь нету обидного, да, это не журнал читать, это цифры, просто считаешь там какие-то свои расходы. Все равно не надо это делать, да, потому что это неуместно. Нравится, какие-то assume они скрезаны. Осторожно, 넣аться из-за Когда читаешь Псукейда Зимра или находишься внутри молитвы, нельзя прерываться. И даже если ты прервался между отрывками, нельзя брать как бы из счета вот эти вот смотреть. Нельзя изучать какие-то другие бумаги. Ты молишься, и тебе какая-то другая бумажка, и ты начинаешь ее читать. Это то, что делать нельзя. Есть, которые говорят, что есть один из видов бизнеса, который дозволительно проводить прямо в синагоге. Что же это интересно? Ответ. Продавать святые книги. По Аллахе и по Мусару. Когда много скоплений людей в синагоге, можно сказать, вот у меня новая книга, там купите. Люди приходят на урок Аллахи в синагогу, и ты заодно, вот, кстати, классная книга, купите. Потому что сама покупка, то есть этот бизнес, он как бы включает в себя митцву. Это большая митцва, покупать такие книги и учить их. Но если это лето, и на улице хорошая погода, в идеале, чтобы даже этот продавец этих святых книг был снаружи в синагоге, и там продавал свои книги, а не в синагоге. То есть даже с такими вещами пусть это будет снаружи. Вот это очень важный момент. Вообще нельзя заходить в синагогу, а только ради исполнения митцвы. Помолиться, ради торы и тому подобное. Сегодня как бы, да, у нас синагоги, они как бы общинные центры. Туда можно зайти, купить подсвечник, можно купить цицит, можно поесть вообще там рестораны, там все, что хочешь. То есть, да, целые центры. Но, когда речь идет по синагогу, заходить в синагогу можно ради митцвы. То есть, непосредственно с ней помолиться, поучиться. А если тебе нужно кого-то позвать? Просто позвать кого-то. Что делать? Все равно, ты должен зайти и какой-то пасук сказать. Или какую-то Аллаху. Или послушать какую-то Аллаху. Или хотя бы, не можешь ты ничего этого сделать, остановиться и постоять в синагоге. И только после этого можешь его позвать. То есть, нельзя просто зайти и позвать человека. Получается, зачем ты зашел? Надо что-то сделать. Либо поучиться, либо хотя бы просто остановиться, постоять и потом позвать. И нельзя заходить и использовать бейт-мидраж или синагогу, чтобы срезать путь. Хочешь попасть в ресторан Эден, здесь в Ешиве, да? И решил срезать через бейт-мидраж. Нельзя. Называется капандария. Да, в Талмуде. Нельзя использовать синагогу в иных целях. Как, да, легкий доступ. Но если ты зашел в синагогу с одной целью, например, поучиться, а потом решил срезать уже, проблем нет. Это можно. То есть, главное, чтобы ты изначально не зашел, чтобы через синагогу срезать. А если зашел с дозволительной причиной, можешь потом выйти, необязательно выходить и делать круг. Вот, смотрите, интересно. Нельзя использовать синагогу как укрытие. От дождя, например. Или от солнца. Это не для этого. Поэтому, если ты хочешь спрятаться в синагоге, то что нужно сделать? Ну, например, если ты учился или делал какие-то митцвоты на улице, но теперь пошел дождь, ты не можешь. И тебе нужно забежать в синагогу, где дождя нет. Чтобы продолжить, так можно. И еще очень важно. Зимой, во время дождей, когда на улице грязь и слякоть, будь очень аккуратен. Чтобы не входить в синагогу, пока полностью не вытришь свою обувь. От глины и грязи. И человек должен следить за тем, чтобы ни на нем, ни на его одеждах не было никакой грязи. Нельзя заносить тело усопшего, то есть носилки, на котором лежит тело усопшего, гроб, в синагогу. Но если он талмит-ха-ха, можно занести в синагогу, но не в саму синагогу, а вот в эту часть впереди. И если, только если он не Гаду-Ля-Дор, глава поколения. Или если он глава суда еврейского, тогда можно. Я помню, папу занесли в синагогу, но опять-таки до самого этого, до дверей, до того, как заходишь в сам Бейт-Агнесет. Вот там еще можно делать эспет. Что такое эспет? Прощание по-еврейски делают. В синагоге. Обычно перед синагогой можно занести вовнутрь, вот в эту часть. А потом едут на кладбище. Так вот, это надо делать, да, не внутри синагоги. Талмит-ха-ха. ПОДПИСЫВАЕТ Интересная, насколько она актуальна, но для детей, которые хотят учить другой язык, например, английский, и они в синагоге учат святые предметы, там, гемору, мишну, а теперь им нужно идти в другую школу, да, не еврейский, учить английский, а там мальчики и девочки вместе сияют, и к тому же бетультура, пока они туда дойдут, пока они вернутся обратно, разрешается им продолжать учить английский в синагоге, но в любом случае, конечно, лучше выделить отдельный класс, чтобы это не проходило в синагоге. Вот это, что с этой Аллахой делать, я не понимаю. Посмотрите, какая Аллаха, нельзя проводить в синагоге светские мероприятия, тем более, говорит, концерты и тому подобное. А только если это выступление еще связано с каким-то хизук для общины, укреплением, уважением заповедей Торы и соблюдением, да, всех законов Торы, как, например, семинар какой-то, чтобы приблизить людей к соблюдению, там, как бы, в основном, это семинары, там разные вещи есть, но идея его, чтобы приблизить людей к Торе. Можно давать уроки для женщин в синагоге. Да, таким образом, чтобы это выделено было время именно для женщин, чтобы мужчин там не было. Так можно. То есть, видите, всякие вот эти концерты, мероприятия, не знаю, вот насколько в синагоге делать запрещено. При условии, только если у них матраса, они как-то приближают к Торе. Да. А. Након. А. 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 Солдат, который заходит на молитву в синагогу, должен оставить свое оружие снаружи. Но если есть какая-то опасность и соображение безопасности, тогда можно облегчить и зайти ему в синагогу с оружием. В синагоге нет места оружию, только в исключительных случаях. Вопрос. Слепой человек, который передвигается по городу с собакой-поводырем. Собака-поводырь. Знаем, что это такое. Можно ли ему зайти в синагогу? Нельзя ему заводить собаку в синагогу, тем более во время молитвы или учебы. Это им не шло бейта кнесет кавуа, шелмит по эльшам. А только если у него есть какая-то синагога, в которой он постоянно ходит, пусть просто найдут ему какое-то место, где он может приходить и привязывать эту собаку снаружи синагоги. На расстоянии ТЭФАХА. Чтобы он мог туда привязывать свою собаку перед тем, как войдет в синагогу. Велосипеды нельзя заносить в синагогу. Даже если он переживает, что у него велосипед украдут. Это не уважение к синагоге. Вау, интересно. Поэтому мы купили, да, в Ешиве есть отдельная такая стойка, на которую привязывают велосипеды. Нельзя заносить на территорию синагоги самокаты, велосипеды. Но если есть специальный притбанник, притбанник, а то есть специальный там комната, которую есть внаружи, стоит, туда можно. Да, но не в синагогу. Есть лаккал легалех от хакатан в Бит-Хнесет, метеглахтоу, הרещонах. Он говорит, касательно халаки. Сифарские обычаи, касательно халаки, это острегание волос. Первое острегание волос мальчику, когда ему исполняется, да, три года. Есть, которые ждут, пока ему пройдут три года. Есть, которые там могут и внутри третьего года. Он говорит, мы сфородим особо там, это не так, не так, мидаг диким. Не такие мы точные в этом отношения. Но считается, что вот такая семха, она является семхой достаточно, чтобы сделать это в синагоге. Можно острегать волосы ребенка в синагоге. Вроде это стрижка, парикмахерская. Тем не менее, можно. И, да, эта радость, она все-таки, да, она связана с тем, что ребенок начинает знакомиться с митцвод. Да, вот ему три года исполняется. Можно вешать большие часы в синагоге. И нет в этом опасения, что это поведение идлопоклонников. Видимо, у них во всех, как бы, их местах вешают часы. Нет, говорит, часы, это не проблема, можно вешать часы. В этом неуважения нет. В этом месте. Что касается снятия обуви перед тем, как зайти в синагогу. Есть, да, у некоторых соседей, да, и двоюродных братьев, что они не заходят в обуви в синагогу. Наши обычаи, мы заходим в обуви в синагогу. И, да, не принято снимать обувь. Мы заходим, и в этом нет никакого неуважения. Наоборот, если они делают так, надо делать, как делаем мы. Подожди, а чей обычный снимать обувь? В мусульманских, в некоторых христианских общинах тоже есть такое. Да, но у нас, у евреев, этого нет. Тем не менее, он говорит, есть такие общины еврейские, где тоже, да, делают так, снимают обувь. В Кубе, в азербайджанские евреи, мы же были там снимать обувь. Да, он говорит, эйнанных сказал, вешлаем, и мест на что положиться, у Микольма, тем не менее, эйнанхаген, мы так не поступаем. То есть, как бы, нас родим, общие обычаи так не делать, это не нам. Мы молимся в обуви, да, те, кто так делают, окей, если у них прям такой сильный обычай так делать, пусть делают, но у нас общие сфарские обычаи нет такого, тем более, что нас. Мишפחות מישראל, שאין להם פורט, קורת גג, כגון בעת מלחמה, או אסון, מותר, לשכנם באופן סמני, בבית הכנסת ולדור שם, לכל מקום, לא יאריכו בישהו, оттам, בית הכנסת ולדור שם, תירת קבע, למעלה מחודש ימים, אלה ישיגו במהרה מקום אחר להשתכל, שם וחדזה בתי כנסת, שלחוץ לארץ, ובאופן שלא ישמעו לנו, ולדור שם, כנסת, שלחמר, если приезжает какая-то семья из Израиля, из-за какой-то, не знаю, что-то страшное случилось, и люди беженцы, то можно их поселить в синагоге, но опять-таки продолжительность не больше 30 дней, вообще при синагогах должны быть какие-то комнаты, куда можно человека поселить, но за это время нужно найти ему отдельное место, где они смогут жить. о, женщина во время состояния не да, разрешается ей ходить в синагогу, чтобы молиться и благословлять, как обычно, за исключением дней, это супер святые дни, пусть сидит дома. Но если они хотят супер устрожать на себя и не ходить в эти дни в синагогу вообще, им разрешено так делать, но тем не менее, они должны понимать, что они полностью обязаны во всех вещах, то есть и в молитве, и в благословениях, и прочее. Не то, что она теперь, период, и она не может теперь браху сказать, это уже перевод. Вот это знаменитая Аллаха, такой глубину, ребят. Вот каждая Аллаха, это же вершина айсберга. Например, есть такая Аллаха, что если когда-то на этом месте была синагога, и ее снесли, нельзя устроить на месте бывшей синагоги парк для гуляния и развлечений, потому что место сохраняет свою святость. И она сохраняет ее навсегда. Поэтому там нельзя делать никакие вещи, кроме таких святых вещей. На чем это стоит? Это стоит на том, что если человек знал очень много Торы, и был великим мудрецом и святым праведником, но потом в силу какой-то болезни или какой-то возраста, маразм, он забыл всю свою Тору, и теперь он вообще ничего не знает. Все равно он остается, он остается на своем уровне святости. То есть мы должны продолжать уважать такого человека. И поэтому отсюда, то есть даже синагога, которая разрушена, святость ее, этого места, она сохраняется. Можно сажать деревья по периметру синагоги. И нет в этом от запрета, который сказано в Торе, не сажай себе аширу. Ашра – это было дерево идолопоклонников. Эцель мизбеха шемелу кеха. Да, в непосредственной близости от мизбеха, от жертвенников Всевышнего твоего. То есть ты мог бы подумать, что синагога как мизбех, я не могу сажать деревья. Деревья – это очень много было, елочки особенно. Это был культ идолопоклонников. Тем не менее, он говорит, да, можно такое делать. Можно окружать синагогу деревьями. Веньян равкомод шеегишу дира ахат бухму решуна, лешэм бейта кнесет, лешэм бейта кнесет, лешэм лекатхила нелхожь дира в декума шемал на бейта кнесет, венадурба, влешков лешон вхолшита, дира шлемала, врак бешетах шемал арон, акодэш. Зои штау шуша, айху, акодэш. Бивгадзим ханец базэ, вукомот хэн юнот. Если люди устроили синагогу в многоэтажном доме, бывает такое, на первом этаже сделали синагогу, так вот, говорит, изначально человек, который может купить себе квартиру прямо над синагогой и жить там спокойно, по полной программе, все как надо. Единственное, что, говорит, место, где в синагоге арон акодэш, вот ровно над ним, пусть он там поставит шкаф, в котором будет одежда, чтобы он только там одежду достал, чтобы там не было какой-то жилой площади. Все остальное. А тот, кто еще выше, может вообще спокойно даже над этим местом. Двойная перегородка, потолок, не проблема. Во всем остальном месте может жить спокойно. И поэтому, если человек изначально, миллионер какой-то, хочет построить синагогу и свою квартиру хочет построить прямо на синагоге, пентхаус, делать там свою квартиру, изначально, изначально, можно ему так делать. А только, как я сказал до этого, не использует место непосредственно над арон акодэшем. Все остальное, пожалуйста. Но изначально стараться надо не делать синагогу под квартирой нееврея. Потому что, скорее всего, этот гой будет использовать, делать что-то там, какие-то вещи, которые называются для нас гнаем, какая-то аводазара, какое-то что-то такое оскорбительное. Поэтому лучше не делать. Увидея ваше квара субей так неизменно гадырад челегой. Ишла атирбазе ифратинку лизман арай. Но если уже как бы сделали синагогу, а потом узнали, что наверху живет Гоя, ничего сделать нельзя. Окей, ну, тем более на короткий промежуток времени так можно. Велик, бедавших лэкэмэр бейтакмэсэ, шикольт филот муфанот лэбэйт амигээдаш, умишам олот лэшмма, вьяхид гадар пабинянкомот умалав дарим гуим, мутарло лэйтпалэрбэвэйто, а, ну, что касается человека, который просто хочет помолиться дома, а над ним живут неевреи, под ним живут неевреи. Нет, это не проблема, тут он может молиться в вопросах. Синагога постоянная, в которой уже много лет проходят молитвы. вагуим рохшу бэссамухэйла бинян. И вдруг неевреи решили построить рядом здание. И прямо напротив построили свою авода зару. Вспоминаете метро отрадное, да? На метро отрадном у нас стоит рядом три здания. Агога мучает церковь. Мейкар один эйцерик, лихнотед бейтокнесе. Веркуш, маком, ахер латфила. Ракши, яснуки холи, айфшанла, атом, это халанов, будет, уличный, ой, шир, наобинян, пасаму, вау. Не нужно теперь переезжать или закрывать. Нет, ничего не надо. Единственное, что надо максимально постараться закрыть окна и вид на это здание, чтобы не слышать их звона колоколов. Что-то у нас в этом плане, не знаю, надо забронировать окна вот тут. Вот так вот. Надо как можно постараться закрыть. Чтобы не слышать их звона и песен. Можно молиться в Маратамахпела. Несмотря на то, что над ним есть мизгады, а сакаматах у них не легко быть, а вуда зара а сакаматах у них нет. А что это за звук? Не знаю, какой-то шин. Шалва, если можно выключить микрофон. Спасибо. Следующий Аллаха звучит следующим образом. Следующий Аллаха звучит следующим образом, что в итоге Ахрунин пришли к мнению, что нельзя перестроить бывший их храм в синагогу. У меня выключено. Отключено, да? Может быть какой-то шум. Слышите, какая Аллаха, что нельзя взять пятачок и переделать его в синагогу. Нельзя взять там Авуда Зара и сделать из него бейт-кнессет. Бейт-кнессет шаливне бешамат альядей каблан бойн бухус лаарец. Если синагога была построена при помощи каблана Гоя за пределами земли Израиля. Блейдят хаврея на арбе бейт-кнессет. И все знают, что никто не строит самостоятельно. Все нанимают неевреев. Это не была земля Израиля. Это было за границей. Нет никаких проблем. И нет в этом даже какое-то устражение суперсвятости. То есть в такой синагоге спокойно можно молиться. Да, ее строили в шаббат, но ее строил нееврей. Понятно, что это был нееврей. Чтобы сдать сроки быстрее, проблемы нет. Након леахмир последняя лаха, Након леахмир шелу леарот леет-яре нут-срин. о, шарим срознен шейнан бнаи брит. Сфер тора шебе арон лакодеш. Бевола, бокер, бебит лаут лаются лураш ля우 леタ лау лав лакс брит Сефер Тору, которая находится в Воронокодыше. Он говорит, о, давай, покажи, покажи, почитаем. Но можно облегчить в случае, если это вызовет какую-то неприязнь и опасную ситуацию, они могут неправильно понять. Но тогда уже если достаешь и показываешь, надо как минимум прочитать из нее один посуд. Это была последняя Аллаха. И сейчас маленький такой отрывочек. Будем учить себя поведение на Котеля Маарави. Каждый из нас бывал в Иерусалиме у Стены Плача. Там есть особенное поведение, которое надо знать. Если мы туда едем, мы должны знать. И включают они несколько митцвот даже Деорайта. Поэтому, если мы едем на Котеля Маарави... Я спросила, такой вопрос. Да. А вот если ты не очень понимаешь, в какую сторону молиться, то есть ты находишься в городе, приходит время Минхи, ты не можешь сориентироваться. На сторону Востока, да? Ты, в принципе, можешь встать и молиться, да, там к ближайшему дереву или стене. Если мы говорим про Москву, то это юг. Ну, юг. Значит, ты просто... А? Ну, в принципе, у тебя компас, не знаю, нету компаса по-другому. Да, я понял. Когда нужно найти уединенное место, повернуться к стене и сердце направить на Иерусалим. То есть, в принципе... Да, да. Например, в Мишле так написано, сердце направить на Иерусалим. Но, на самом деле, редко такое бывает, брат. То есть, как бы, если ты знаешь, где встает солнце, ты уже можешь там правую руку на него направить. Это получается восток. Значит, левая рука покажет на запад. Впереди будет север, сзади со спины будет юг. А, ну, оттуда я знаю, где стоит солнце. Надо просто увидеть солнце. Если да, если уже не видно солнце, это Пасха, она идёт в новом месте, и нет никакой возможности определить компас. Да. Тогда так. И сердце направляешь на Иерусалим. Человек там, где его сердце. Представит, что ты у стены плача, и значит, ты будешь там. А человек, который у стены плача, но думает непонятно о каких местах, таком в тех местах, а не у стены плача. Это как бы закон, который, да, мы тоже учили. Окей, мы завтра про стену плача поговорим завтра. И Шарко, всем хорошего дня. Отлично. Продолжение следует...